Приветствую вас! Что-то заключается в следующем. Во-первых, не совсем понятно, кому им вы хотите сказать причину. Кому им, о ком конкретно речь идёт. Это первое. Второе. Какая разница в принципе? Какая причина? То есть вы можете не называть причины вовсе. Вообще. Вот. То есть вы можете просто... Как бы сказать, что всё, я придумал, не хочу. Всё. То есть вы не обязаны ничего объяснять. Это ваша личная жизнь. Вот. А дальше идём. Значит, вы пишете, что вам... К вам сватался парень. Опять же... Не совсем понятно, что значит сватался парень. Понимаете? То есть как бы... Что значит сватался? Вы вместе время проводили? Вы вместе общались? Он что, вот... Просто... Взял и... Пришёл и сказал, что вы нравитесь, ему хочется снова жениться. Знаете, какая штука? То есть это по... По меньшей мере... Странно. По меньшей мере. Вот. То есть по меньшей мере... Странный момент. Что... Человек... Просто взял и пришёл к вам вот... Так сватался. Другое дело, если у вас так принято... Другое дело. Так же... Глючевым моментом является тот факт, что вы согласились, несмотря на то, что вас... К нему вас не тянуло. Для меня это очень интересная история. То есть... Почему вы согласились, несмотря на то, что вас к нему не тянуло? А что вы сделали для того, чтобы тянуло? Ну, то есть, я имею ввиду, делали ли вы что-то для того, чтобы вас тянуло не мог. Потому что, если, например, ничего не делать, то и тяга не возникнет. Опять же, не совсем понятно, какие у вас возможности есть... Ну, для того, чтобы встречаться с мужчинами, чтобы взаимодействовать с ними. Для чего вам вообще отношения... Сейчас... Ну, и именно вот... На данный момент... Зачем... Вам... Эээ... Эээ... Отношения. Это момент... Эээ... 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 Это момент очень важный. Поэтому здесь, опять же, больше вопросов. Дальше. Эээ... Чувствую немой человек. Ээээ... Как вы это чувствуете? То есть, у вас есть опыт, у вас есть опыт, когда человек был вашим, то есть, как вы определяете, ваш человек или не, на что вы опираетесь, опять же, вот, ну, на что вы опираетесь именно вот при таком решении, что этот человек мой, а этот человек не мой. Дальше, значит, не знаю, что делать, что делать, чтобы что, а, минус, цель какая, у вас, вот, вроде бы выше, вроде бы выше, а вы, точнее ниже, вы написали, что, а, значит, хотите кольцо вернуть, ну, это хорошо, это хорошо, что вы хотите кольцо вернуть, значит, вы уже решили, что вам, собственно говоря, делать, это здорово, что вы решили, что вам делать, это прекрасно, что вы решили, что вам делать, сделать, вот. Теперь нужно понять, как дальше, вот, как дальше, что вы дальше собираетесь делать, например, для обеспечения своего решения, например, для обеспечения своего решения, допустим, вот. Это очень важный момент, всё. А, значит, с парнем не общаюсь, почему вы не общаетесь с парнем? Тоже очень важный момент, это нужно выяснить, вот. Ну и что посоветовать? Амина, мы психологи, мы не советуем, мы даём рекомендации. Чтобы посоветовать, вам психологи не нужны. Вот. Для советов я с вас, друзья, знакомые, близкие, родные люди, психологи не дают советов. Поэтому, если вы хотите получить рекомендацию, нужно побеседовать с вами, всю ситуацию досконально, как надо изучить, тогда мы будем дать какие-то рекомендации. Вот. На этом всё, удачи вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду помочь. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.